доброго дня всем участникам сообщества цветонутые сегодня у нас среда сегодня у нас подкормка наших растюшек и густом вот таким удобрением унифлор микро здесь значит у нас содержится микроэлементы и магний вот дозировка значит здесь указано применение в 10 литрах воды 1 9 миллилитров растворить 10 литров воды так как у нас бутылка двухлитровая значит мы здесь растворяем половину заявленного завали заявленной пропорции значит здесь на 1 литр 1 миллилитр а у нас 2 литра мы берем тоже 1 миллилитр потому что ровно в половину 1 миллилитр это примерно где-то вот чтобы в этом колпачке этого удобрения скрыла немножечко вот эту вот внутреннюю стеночку наливаем 1 миллилитр так это много толью примерно 1 миллилитр мы наливаем вот в эту бутылочку этого росту удобрения получаем раствор который мы будем подкармливать наши устомки вот что же нам дает это удобрение значит микро микро удобрения с уникальным набором микроэлементов предназначенных для подкормки микроэлементами всех видов растений для составления высокоэффективных удобрений и замачивания семян так вот сегодня мы и подкормим дома добавили 1 миллилитр на 2 литра удобрения хорошо это все и в наш поддончик традиционно мы наливаем а значит вот такая у нас чашечка 250 миллилитров мы наливаем две чашечки то есть пол литра этого удобрения мы наливаем для наших растушек непременным условием полива в поддон является ровная поверхность на которой стоят ваши садочки потому как если у вас поверхность будет неровная то какие-то у вас из растушек получат больше питания какие-то вообще будут сухими один стаканчик мы убрали сюда мы и еще один вот такой то есть пол литра на садок больше не нужно вот пол литра и сюда погружаем стаканчик вот хочу показать вам насколько разрослась корневая система вот видите уже она плела дно стаканчика нашего растушки наша себя прекрасно чувствует вот мы их уже сверху не поливаем поэтому у них очень рыхлая такая вот рыхлый грунт потому как они у нас поливается через поддончик себя вот так вот прекрасно чувствует все вот зелененькие стоят под лампами в один садочек мы полили сейчас мы будем поливать 2 . вот сейчас уберем таким вот образом подсветочку я на ночь закрываю свою теплицу застегиваю ее на замочек еще другие растушки устом вот смотрите вот стаканчик 100 миллилитров уже листики я думаю что к следующему поливу видите как корневая система хорошо развита я думаю что к следующему поливу то есть через пять дней это будет четверг пятница суббота воскресенье понедельник в понедельник я думаю что мы польем их подкормим а в среду наверное уже будем пересаживать в стаканчике уже более большего объема хорошая корневая система за наших подкормочек вот я их сейчас уже каждый день не прыскаю нашим удобрением потому как они получают и усилителем роста потому как они получают у нас удобрения и подкормки в поддончик и я это делаю всего один раз два раза в неделю не больше так сюда тоже мы также наливаем две вот таких ложечки по 250 миллилитров получаем пол-литра то есть наши растюшечки следующий поддончик у нас я так понимаю у него корневая система еще не совсем достигла дна стаканчика нашего поэтому не у всех и следующий поддончик я думаю что мы будем поливать сверху 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 но я уже показывала как это у нас все выглядит мы крышечку нашей пробочки не закрываем туго а вот таким вот образом вот таким образом поливаем уже тоже наши растюшки уже побольше стали уже побольше стали некоторые посмотрим что до следующей подкормки если у них уже корневая система достигли на стаканчика тогда мы уже не будем больше поливать сверху будем поливать под дончик все-таки они у нас подрастают и хорошенькие становятся уже таким вот образом и все подкормки сверху микроэлементами следующая подкормка у нас будет в понедельник и она у нас будет состоять из гумата то есть мы будем подкармливать не гуминовыми как мы подкармливать с вами комплексными удобрениями а именно гуматом следующая подкормка будет гуматом сейчас я вам покажу как он выглядит чтобы вы приобрели это удобрение вот такое удобрение гуматом калия на основе гуминовых кислот тоже вот содержит сбалансированный набор природных гуминовых и фулевых кислот вот солей гуминовых кислот хилатный комплекс питательных элементов в доступных для растений форме вот что же он нам дает он дает хорошее развитие для растений развивает мощную корневую систему вот написано ускоряет прорастание семян стимулирует рост развития растений защищает растение от заморозков и засухи то есть от вредных факторов природы вот такое удобрение гумат калия вот этим удобрением и будем следующий раз подкармливать здесь значит у нас так 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 железо содержится кальций кремний калий сера и в калиевые соль и гуминовые кислоты значит дозировка у нас будет декоративно цветочные так и картин цветочные полив период активного роста 2-3 раза за 14 дней расход рабочего раствора 20-30 миллилитров на 10 воды то есть у нас если будет мы будем разводить на литр здесь на литр надо 2 и 3 миллилитра а у нас будет значит на 2 литра 3 миллилитра получается воды 3 миллилитра удобрения вот таким удобрением подкормим следующий раз ну что ж на этом я заканчиваю свое видео дальше я буду подкармливать остальные все растяжки чтобы вашего времени не занимать вот сегодня мы сеем с вами перец баклажаны и помидоры те которые мы собираемся растить с вами в мешках полиэтиленовых в теплице ранние для раннего урожая далее я буду вам рассказывать как же сделать чтобы было много перца и как сделать чтобы было рано чтобы были ранее ранее перцы может тоже нужно для этого сделать вы можете сделать допустим посеять 10 семян ушек сделать 5 ранних и 5 те которые у вас будут нам количество урожая не они на ранее не на раненостиву то есть не на для того чтобы она была вот и буду об этом рассказывать ну что ж до свидания на этом заканчиваю свое видео всего доброго подписывайтесь на мой канал если вам это интересно вот ставьте лайки до свидания